Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. «Кто будет удален от огня и введен в рай, тот добился успеха. А земная жизнь – только искушение обольщением». Сура Алимран, аят 185. Посланник Аллаха, мир мой благословение, в своих хадисах перечислил качество верующих, благодаря которым Всевышний запрещает их огню ада, то есть такие люди никогда не станут обитателями ада. Будут верующие, которые войдут в ад, но через некоторое время, получив наказание за свои грехи, выйдут оттуда. Здесь речь не о них, здесь речь о тех, о ком пророк, мир мой благословение, сказал, что они вообще никогда не войдут в ад, ибо они запретны для огня ада. Не войдет никогда в ад первый, тот, кто уверовал в Аллаха, возлюбил Аллаха и не желает возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его от него. От Анаса ибн Мали, когда будет доволен им Аллах, передается, что он слышал, как посланник Аллаха, мир мой благословение, сказал, «Тот, кто обладает тремя качествами, будет запретным для ада, и ад будет запретным для него. Вера в Аллаха, любовь к Аллаху и третье. Риск быть брошенным в огонь и сожженным для него любимее, чем возвращение к неверию», передал имам Ахмад 12-122. Второй, тот, кто регулярно совершает обязательные и желательные намазы. От Ханзаля бин Арраби Али Усайди, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, «Тот, кто соблюдает, регулярно совершает пять обязательных намазов с обязательным омовением, совершая все поясные и земные поклоны и выполняя их в установленное время, считая это предписанием Аллаха, становится запретным для огня ада». Имам Ахмад 18-346. О том Хабибе, да будет доволен ею Аллах, супруге пророка, мир мой благословение, передается, что посланник Аллаха, мир мой благословение, сказал, «Тот, кто регулярно совершает суннат-намаз в четыре раката перед полуденной молитвой и суннат-намаз в четыре раката после нее, становится запретным для огня ада», передали Абудаут 12-69, Ат-Тирмезе 427, Ана-Насае 14-86. Третий, легкий и мягкий среди людей человек. От Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир мой благословение, сказал, «Запретен для огня ада каждый легкий, мягкий, ровный, близкий к людям человек». Хадис передали Имам Ахмад 39-38, Ибн Хибан 46-98. Также от Абдуллаха ибн Масуда передается, что посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, «Не сообщить ли вам о том, кто станет запретным для огня ада и о том, для кого огонь ада станет запретным. Запретным для огня ада станет каждый близкий, мягкий и легкий». Смотрите, Ат-Тирмезе 24-88, Ибн Хибан 470. Четвертый, тот, кто плачет из страха перед Всевышним Аллахом. От Абу-Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир мой благословение, сказал, «Не войдет в огонь ада человек, плакавший от страха перед Всевышним Аллахом до тех пор, пока молоко не вернется обратно в имя, из которого его выдаили, и несовместимыми для раба окажутся пыль на пути Аллаха и дым гиены», передал Ат-Тирмезе 16-33. От Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, «Огонь ада никогда не коснется ни одного верующего раба Аллаха, из чьих глаз из страха перед Всевышним Аллахом катятся слезы, даже размером всего лишь с голову мухи, и падают ему на щеку». Смотрите, Ибн Маджа, 4197. Пятый, тот, кто искренне скажет «Ля-иляха-илля-ла». От Махмуда, ибн Ар-Раби Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал, «Поистине, Аллах сделает запретным для огня того, кто искренне скажет «Ля-иляха-илля-ла». Нет Бога, кроме Аллаха, стремясь к довольству Всевышнего Аллаха». Этот хадис передали Бухари, 425, Муслим, 263. «Мы всегда должны помнить, что наша жизнь в этом мире является экзаменом, и Всевышний испытывает нас различными способами. Каждое наше действие, слово, каждая мысль и даже каждый взгляд – это путь, который мы выбрали для прохождения предписанных Всевышним испытаний». Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов, иншаллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаламу алейкум в рахматуллахи в баракатуху.